Внешнее независимое оценивание – это всегда непростое испытание для выпускников. Ведь сколько сил и времени нужно уделить на подготовку. Выпускница юридического колледжа Саша рассказывает, что начала осваивать материал за год до тестирования и старалась себя не перегружать. Саша стала рекордсменкой по английскому языку и говорит, что была уверена в своих силах. Я очень надеялась, что я не буду волноваться. Это не так. Даже несмотря на то, что я была уверена в своих силах, я все равно переживала, нервничала, волновалась. Это неотъемлемая часть рабочего процесса. Я старалась больше готовиться к сочинению и перед самим ЗНО повторяла в основном материалы к сочинению, потому что это помогает сконцентрироваться и собраться. Помимо английского языка в свои 17 лет Саша свободно владеет английским, французским и немецким, но на достигнутом останавливаться не собирается. Параллельно выпускница изучает испанский, итальянский и японский, а в выборе будущей профессии уверена на все 200. Я хочу мати змогу спілкуватися с людьми из разных стран и помогать моей стране в каждую секунду своего спілкувания. Я мрюю працювати в дипломатичной сфере, может конкурс, может посольство, щось таке. Это меня надзвучально интересно. И я буду счастлива, если моя мря, завдяки всему результату, для которого я очень долго шла, у нас здесь не все. Для юридического колледжа такой результат стал первым за всю историю учреждения. Каждый выпускник проходил подготовку к тестированию и большинство студентов показали хорошие результаты. Благодаря руководству Национального университета, Одесской юридической академии, академику Кивалову Сергею Васильевичу, наши студенты получают не только качественное профессиональное юридическое образование, а также совершенствуют иностранный язык, о чем руководство неоднократно подчеркивает, что знание языков очень важно для профессионального юриста. Такие успехи абитуриентов показывают рост уровня образования Одесской области, говорят в облгосадминистрации. И рекордсмены этого года выбрали разноплановые предметы – химию, биологию, математику и английский язык. Мы сегодня видим будущее нашей страны, будущее Украины. Ребята абсолютно разноплановые предметы выбрали. Многие из них сегодня в ходе беседы сказали, что не прилагали особых усилий для того, чтобы получить максимальный балл. Это внушает оптимизма в то, что все-таки потенциал профессионалов, которые выпустятся из высших учебных заведений через 5-6 лет, будет зашкаливать в хорошем смысле слова. И мы будем горды своими учениками. Несмотря на то, что проведение тестирования неоднократно было под угрозой из-за карантина, экзамен провели в обычном режиме, конечно, соблюдая все необходимые меры безопасности. Был достаточно сильный дискомфорт из-за масочного режима, что приходилось в душной аудитории сидеть в масках. Это очень жарко, очень неудобно пить воду. И санитайзеры очередя очень длинные. По сравнению с прошлым годом количество участников внешнего независимого оценивания в Украине существенно возросло. Максимальный тестовый балл набрали 447 выпускников, что на 63% больше, чем в прошлом году, отчитывается в Министерстве образования. Кристина Черновалова, Татьяна Бурумбей, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.